Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Письмо священника Григория Петрова митрополиту Антонию в сокращении. Продолжение. Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Власть иногда самую безбожную заслоняли Богом и говорили. Всякая власть от Бога. Всякая ли. Как понимать слово власть? И насилие, и произвол, и деспотизм, и самая дикая тирания. Все они выдают себя за власть. И что же все они от Бога? Хозяйка публичного дома имеет власть над проданную ей девушкой. Малюта имел власть купаться в крови невинных жертв. И это власть от Бога. Нельзя же кощунственно валить на Бога все преступления, зверства и кровавые расправы правительства. Когда апостол говорит, что власть от Бога, он разумеет не деспотизм и тиранию их. Насилие, не власть. Это извращение власти. Такой несправедливой насильнической власти не повиновались сами апостолы. Когда Сейнендрион требовал от них действий, несогласных с их совестью, запрещал проповедовать Христа, то Петр и Иоанн сказали в ответ. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Книга Деяний, 4 глава, 19 стих. Византийское раболепное духовенство закрывало глаза на эти слова апостолов. В нем верность правящим властям была сильнее верности правде Христа. Где тут было нравственно возрождать общество и государство? Там действовали советские власти. Духовенство отошло в сторону, и свое пастырское учительство ограничило частную личную жизнью человека. Святости искали в иночестве, в одиночестве. Общество и государство были оставлены без христианского озарения. Жили и развивались по своим юридическим и экономическим началам чуждым духу Евангелия. Евангелию доступ к влиянию на общественные и государственные порядки был загражден. Творческая сила евангельской правды была оскоплена, обескровлена, обескрылена, засушена. Оторванная от жизни церковная мысль, обречена была вращаться в мире отвлеченных догматов и сухих богословских споров, стала безжизненную, схоластическую. Принадлежностью к церкви стало признаваться главным образом исповедания отвлеченных верований, а боги умствовали, но в гущу жизни, в общественной строй, в государственные порядки бога не вводили. Создался особый вид атеизма, атеизм практический. Безбожия не ума, а воли. На словах и в мыслях бог признается, но жизнь, деятельность идут так, как будто бога в мире и в помине нет. Как будто бог только отвлеченное слово, пустой звук. Это все та же духовная, оскопленная, нравственно-бескровленная Византийщина, вытеснившая в церкви и заменившая собой христианство. Это торжество того страшного духа, который в пустыне искушал Христа. Победно-сцевщина, византийщина с этим страшным духом, а не со Христом. От Христа в победно-сцевной церкви остались только слова, а содержание, понятия в эти слова влиты иные. Дух привит в церкви иной, не христианский. Христос и Евангелие в такой церкви не цель, не основная движущая сила. Они – средство орудия, средство к достижению иных, Христу и Евангелию чуждых целей. Евангелие даже не нужно такой церкви. Церковь эта так далеко отошла в своем содержании от Евангелия, что Евангелие служит ей живым и ярким укором. С Евангелием победоносцевская церковь только вынуждена мириться. Цель и главная задача этой синодальной церкви, что и в попизме, вместо Царства Божия – Царства Попов, Царства правящих монахов, церковных князей. Оторванная внешним аскетизмом, своей монашеской мандею от всех, самых даже чистых и светлых радостей мира, правящие монахи, сановники церкви ищут утешение во власти над отвергнутым им миром. Жадно цепляются за власть. В жертву этой личной через церковь своей власти они приносят все. И достоинство церкви и свободу независимости Евангелия и самого Христа. Идет на службу государству, лишь бы, хотя вместе с государством, править держать все в своих руках. И держать их не нравственным влиянием, не обаянием призыва к Царству Божию, а внешним принуждениям, насилием государственной власти. Это уже не Царство Попов, а Царство Попов, состоящих на службе у государства. Наше низшее духовенство в громадной своей массе невежественно, забито, никем не пригрето. Оно сдавлено правящим монашеством в тесных тисках. Связано по рукам и ногам, лишено свободы мысли, свободы действий. Оно близко, стоящее к массам народа, к самой гуще жизни, видит всю нужду и бесправие Родины, слышит море, идущих снизу стонов, захлебывается народными слезами, задыхается под гнетом страшного кошмара, созданного в стране насилием безбожной правящей власти. И он, бессильно даже сказать о страдании своей пастве, не имеет возможности крикнуть правящим насильникам, «Опомнитесь! Остановитесь!» Правящее монашество своими холодными, бездушными и костлявыми пальцами сжало всю русскую церковь, убило в ней творческий дух, сковало самую Евангелие и предало церковь правящим властям на службу. Синодальное ведомство сделало церковь эту невесту Христову наложницей государства. Нет такого насилия, такого преступления, нет такого злодеяния государственной правящей власти, которые бы правящие в церкви монашества не прикрывало церковной мантией, не благословило бы, не приложило бы своей руки. Когда Петр Третий, уже после отречения от престола, был задавлен руками преиспешников Екатерины, и когда Екатерина Вторая, перешагнув через труп мужа, выступила на престол, то митрополит Дмитрий Сеченов, приветствуя новую императрицу, говорил ей, «Господь положил на голову твой венец. Он знает, как избавить от напасти благочестивых. Он видел перед Собою чистое сердце Твое. Он знал непорочные пути Твои, сие чудное воцарение не человеческого ума и сего дела, но Божьих, не сказанных, судя по Его премудрого совета». Об этом чуде будут восклицать праведники, будут писать в книгах историки, будут потомки повествовать чадом своим и прославлять величие Божие. Речь этого митрополита Дмитрия Сеченова есть в своем роде катехизис всей практической деятельности русской синодальной, выдаваемой правящим монашеством за православную христианскую церковь. Правящие епископы и митрополиты, все синодальное ведомство, как и Дмитрий Сеченов, всякие деяния государственных властей, каковы бы они ни были, всегда выдавали и выдают за проявление Божьих, не сказанных, судя по Его мудрого совета. Судя по их действиям, по их пастырским посланиям, можно было бы подумать, что все назначение христианства, все дело возрождения мира Христом сводится к поддержанию и укреплению отживающего в России строя. По указанию правящего русской церковью монашества, православие тесно свито с самодержавием, и потому все, что идет против самодержавия, все идет и против церкви, и против Бога, и против Христа. Такое поведение князей церкви есть грубое и преступное извращение сущности церкви, низведение великого мирового дела возрождения человеческого на всякую роль телохранителей при издыхающем строе. Для церкви никакое существующие государственных строев не есть законченный, неизменно отлитый, неприкосновенный. Такой строй есть дело будущего. Разница в степени негодности. Один государственный строй менее, другой более негоден. Наш отживающий и старый строй самый негодный из всех существующих строев ныне в христианском мире. Ни в одной христианской стране властью не творится столько самых грубых, самых циничных беззаконий, не льется с беспощадной жестокостью столько народной крови, как у нас. И наше правящее церковью монашество все цепляется за эту власть, за этот строй. Все держит церковь в незаконном сожительстве с самодержавием. Народ лежит, как евангельский путник в притча Самарянини, лежит ограбленный, избитый, окровавленный, а духовенство, высшее пастырство церкви идет мимо, спешит на службу к правящим. Кто поведает вслух мира горести народные? Кто подымет на свои плечи страдания и муки родной земли? Кто удержит и остановит палачество правящих властей? Какую силу обладал бы голос всей церкви, если бы подлинная церковь сказала подлинно церковное слово? но церковь победно 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 победоносцевская молчит, когда надо говорить и кричать от лица церкви, а от лица Христа. И если бы это было малодушное, скажу больше, бездушное ведомство только молчало, но оно, когда требует правящей власти, оно тогда говорит. И что говорит? Я верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Но раболепное монашеское византийство, бездушную победоносцевщину под видом православия я отметаю всем моим разумением и всею крепостью сил. Священник Григорий Спиридонович Петров его книги Евангелие как основа жизни, по стопам Христа, школа и жизнь, зерна добра к свету, Божьи работники, долой пьянство, Божий путь, сборник для детей Христос воскресе. Я не раз удивлялся, как отец Григорий, будучи занят почти целый день педагогической деятельностью, может еще столько писать, вести сам корректуру написанного, а равновести свои евангельские беседы, следить за наукой и литературой, отвечать на все письма, получаемые им по поводу его статей. Известный всему миру Акафист, слава Богу за все, написан им в сталинском ГУЛАГе незадолго до расстрела. ГУЛАГе